Здравствуйте! Меня зовут Ольга Панова и вы смотрите программу о парламентской жизни законодателя. Впервые с декабря 2012 года Государственный совет Чувашии заработает в полном составе. Напомню, 26 ноября депутат Александр Разумов добровольно отказался от своего мандата. Причина – переход на должность, которая несовместима с исполнением депутатских обязанностей. Сегодня Александр Разумов трудится советником руководителя Федерального агентства по делам Содружества независимых государств. Коротко – Россотрудничество. Все это время мандат депутата Госсовета по Козловскому одномандатному округу номер 6 оставался вакантным. Ситуацию исправил единый день голосования, который прошел по всей стране 8 сентября. Дополнительные выборы в республиканский парламент определили нового обладателя пустовавшего парламентского кресла. Им стал директор торгового предприятия «Сувар-2» Александр Неконоров. Александр Николаевич родился в 1961 году в селе Иваньково-Ленино Алатарского района Чувашской АССР. Закончил Челябинское высшее танковое командное училище по специальности командное тактическое, колесные и гусеничные машины. Александр Неконоров набрал на выборах 68% голосов избирателей. Отметим, что вновь избранный депутат, так же как и Александр Разумов, представлял «Единую Россию». Таким образом, прошедшие выборы расстановку сил в парламенте не изменили. Большинство по-прежнему у «Единой России» – 33 мандата. Пять кресел занимают представители «Справедливой России», три – коммунисты и два – либерал-демократы. Депутат Олег Князькин не входит ни в одну из фракций. В сентябрь выдался очень активным месяцем с точки зрения спорта. Активная законодательная работа еще не началась, поэтому депутатов чаще приходилось видеть в спортивной одежде, нежели в деловой. Сразу два сентябрьских уикенда парламентарии провели на беговой дорожке. Впервые на старт пришлось выйти в эстафете на призы газеты «Советская Чувашия». Авторитетные соревнования традиционно собирают сотни читателей и легкоатлетов. Первый и почетный круг – 400 метров – по традиции бегут представители власти. Исполнительной, но и, конечно, законодательной. Любовь к спорту и поддержка спорта – вообще одна из добрых традиций, живущих в республиканском парламенте. Практически каждый депутат в своем избирательном округе проводит турниры по самым разным видам спорта – от хоккея до гирь. Поддерживает детские спортивные команды. В составе депутатского корпуса есть и выдающиеся спортсмены. Это чемпионка Олимпийских игр, рекордсменка Европы и мира Елена Николаева. Призер Олимпийских игр – чемпионка мира, велосипедистка Ирина Калентьева. Добрым другом легкой атлетики является парламентарий Валерий Иванов. Он возглавляет Республиканскую Федерацию по этому виду спорта. Еще один масштабный и запоминающийся старт сентября – Кросснаций. Тысячи поклонников активного образа жизни от мала до велика заполнили набережную Чебоксарского залива. Символическую дистанцию длиной 2014 метров. В честь предстоящих зимних Олимпийских игр в Сочи дружной командой законодателей пробежали и депутаты Государственного совета Чувашии. Когда видишь работу, когда народу много приходит, эмоции, задор, настроение, конечно, лучше становится после этих соревнований. Ну, лично для спортсменов это любые соревнования, это как праздник. Приходим, вот, ощущать ту энергию, когда спортсмен рядом с спортсменом стоит, он же выходит, он выходит соревноваться. Ну, любителям спорта, конечно, это получить тоже, наверное, массу положительных эмоций. От того, что ты даже вот одел спортивную форму, пришел, полюбовался природой. И прекрасный залив у нас, тем более. Накануне в Оренбурге прошло очередное 36-е заседание Ассоциации законодательных органов Приволжского федерального округа. Прошло оно в расширенном формате и впервые собрало широкий спектр законодателей разных уровней. Персона номер один, председатель Совета Федерации Федерального собрания Валентина Матвиенко. К обсуждению темы дня «Общественный контроль над органами власти в Российской Федерации. Актуальные проблемы и перспективы развития» подключились и сенаторы, члены комитетов Верхней Палаты Российского парламента по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества, а также по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Отметим, что в 2012-м работа Совета Федерации была существенно переориентирована на интересы регионов. Так, при Совфеде был создан Совет законодателей, в который вошли спикеры всех региональных парламентов страны. В десяти комиссиях региональные законодатели имеют возможность сообща обсудить наболевшие вопросы глубинки. Председатель Государственного совета Чувашии Юрий Попов, как представитель Аграрной республики, вошел в состав комиссии по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии. В начале нового парламентского сезона программа «Законодатели» решила выйти на Чебоксарские улицы и предложить прохожим представить себя в роли депутатов. Законодательные инициативы горожан собирал мой коллега Дмитрий Ковалев. Что, больше коррупция? А в Чувашии, по-моему, она не очень ярко так проявляется. Насколько сообщается печать, Игнатьев говорит, что нормально у нас с этим. Вот так. Кроме коррупции, не знаю, что бы еще. Я не знаю, я живу по своим законам, наверное. По каким? Ну, принципиальным своим. В медицине, наверное, более-менее там нормально. В области торговли. А вот, на счет торговли, да, тут очень много надо законов принять. Каких? Нет уже элементарных, там продают. Просроченными, сроком годности. Надо это уже застачить. Потому что приходят в магазин. Раньше я не брал пенсии, чеков. Сейчас уже привык, что приходится бракованный товар, частенько покупаешь. Желательно, чтобы эти снизили штрафы за вождение. Вот насчет этого. Слишком они жесткие. Какой закон необходимо принять? Да. Помягче, чтобы было. Ну, дело в том, что я приехал недавно сюда, с Мурманска. Поэтому мне трудно судить о чувашских законах. Вообще-то есть федеральные, региональные законы. Но самый главный, наверное, закон, все-таки, как это не банально звучит, о том, чтобы меньше воровали. Чтобы борьба с коррупцией была не на бумаге, не на словах, а на деле. Вот тогда будет все нормально. И нам хорошо, и вот этим вот мальчишкам-то, которые с Питера приехали к нам в гости. Ну, во-первых, я считаю, для пенсионеров все-таки закон о пенсионерах должен быть более четким и понятным к каждому пенсионеру, а не просто тем, кто его принимает. Их издают, издают, а что-то лучше не получается, а остается все то же самое. По крайней мере, вот я как пенсионерка не чувствую, что вот от этих законов мне становится лучше. Пока. Не знаю, посмотрим, поживем, увидим, если доживем. Нам, пропору молодую семью что-нибудь. Нет, скажу так, чтобы при съезде с тротуара машины не ставили на вот это место, где... Да, очень актуальный вопрос со съездами для колясок. Машины постоянно ставят, то ли на газон, то ли на тротуар. И как с этим бороться, непонятно. Приходится поднимать ее. Если я гуляю одна, мне очень сложно это делать. Ну, незаконно, какие-нибудь меры надо принять, я думаю, по крайней мере. И закон надо. Правильно раньше было, что с УЗУ, с университета направляли куда-то. Я за такой закон. Чтобы было меньше безработных, особенно вышли из университета, куда идти, не знаю. Конечно, в деревню трудно, конечно, будет людям, но что делать. Зато работать будет. Я бы пожелала таких законов, которые помогают родителям меньше справок собирать, для того, чтобы получать... Больше? Больше. Нет, пособия детские. Трудно. Там соберешь одна справка просроченная, там соберешь другая справка просроченная. Об экологической чистоте города и окружающих земель. После почувашия вообще имеется в виду, потому что природа кругом загажена, как пластиковой посудой, так и прочими разными предметами. Это вызывает определенные недовольства, как жителей города, так и вообще, как влияние на экологию отрицательное очень. А мне хотелось сказать еще тоже о чистоте города. Мы живем в центре и о зеленых насаждениях. Об этом много говорится, но тем не менее в центре не хватает. Вместо хороших сквериков строят вот эти дома большие, ну, около которых стоит дом. Не хватает явно нам зелени, гулять с детьми, пожилым не хватает. И дворников не хватает, наверное, если так бывает грязно на улице. Усточение ответственности для тех, кто за это отвечает, кто мусорит во всяком случае. Ну да, обыкновенные штрафы. Или ввести определенные нормы, если по озеленению города, ввести определенные нормы, что на такое количество проживающих должно быть определенное количество зеленых насаждений. Мест отдыха для мам с детьми особенно не хватает. Ну и точечные застройки, вот, да, про них говорят, что и как бы запретили. Однако же вот здесь вот строительный факультет, да, и все равно есть проект, что строительный факультет, там сейчас 4 этажа, а будет 12 этажей. И за счет жильцов, мы живем в доме 6А, за счет наших жильцов наш двор сократят и вообще его уберут. И там будут что-то надстраивать. Вот как нам быть? Мы везде обращались по этому поводу. Но нас не слушают, говорят, что строительство будет. Хотя не хватает сквериков. Вообще, лично мое личное мнение, чтобы обязательно в законе было, чтобы все студенты, которые поступают в вузы первоначально, пошли, чтобы не на, вот, как бы, вот, получается, на учебу, да, а чтобы они посмотрели, что их ждет на практике первым делом, прежде чем принимать их. Вот я бы так сказала. Чтобы они знали род деятельности, что они будут делать. А вот для молодых? Люди, ну, отсеиваются с институтов. Они поступают, ну, вот, родители сказали. Они идут. В род деятельности, что они должны делать, они не знают. Лишь только на практике узнают и отсеиваются. В итоге просто доучиваются, а не работают в этой специальности. Введите тогда закон такой, что в советское время был рыбий, жир необходим, полезен. Это раньше было когда-то, когда-то давно. Все это забыли. Все же заболевают, очень многие люди. Как видим, далеко не все жители республики ясно себе представляют, чего бы они хотели от законодательной власти. Приятно удивило, что некоторые прохожие все-таки смогли сформулировать суть своих законодательных инициатив. Однако подавляющее большинство ответов, которые остались за кадром, сводились к короткому «не знаю». С вами была программа «Законодатели». Я Ольга Панова прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова